Денис Карасёв Денис Карасёв удалось поступить в ГИТИС. После института он играл в театре имени Маяковского. Отслужив в армии, актёра пригласили в театр Ленком. В кино Денис Карасёв впервые снялся в 1989 году, но первую заметную роль сыграл в ленте 1992 года «Катька и Шиз». Всего актёрам было сыграно более 50 ролей в кино и сериалах. Благодаря фактуре Дениса Карасёва часто приглашали играть отрицательных персонажей. 12 января 2021 года актёр был найден в своей квартире в Москве без признаков жизни. Смерть наступила от острой сердечной недостаточности. Денису Карасёву было 57 лет. Иван Марченко был известным украинским актёром театра и кино, а также работал режиссёром дубляжа. Первый фильм, в котором снялся актёр, вышел на экраны в 2001 году. Зрители помнят Ивана Марченко по ролям в лентах «Если бы я тебя любил», «Женский доктор», «Сваты 6», «Ментовские войны Одесса» и по другим. Фильмография Ивана Марченко насчитывает около 30 ролей. В основном он играл небольшие роли в украинских сериалах. Несколько лет назад у актёра был обнаружен рак. Болезнь победить не удалось. Иван Марченко ушёл из жизни 1 марта 2021 года. Ему было 44 года. Карьера Ларины Камбуровой в кино началась с сериала «Связи». В нём она играла с 2015 по 2016 год. Затем актриса была приглашена на съёмки американских фильмов ужасов, таких как «Ночной мир», «Техасская резня бензопилой» и «День мир цветцов. Злая кровь». Многим Ларина Камбурова известна благодаря главной женской роли, которую она сыграла в российском комедийном фильме ужасов «Любовь и монстры». 27 мая 2021 года актриса покинула этот мир. Причиной смерти Ларины Камбуровой стало двустороннее воспаление лёгких. Актрисе было всего 29 лет. В 1987 году Андрей Егоров поступил в Воронежский государственный институт искусств. Проучившись первый курс, был призван в армию. После службы будущий актёр вернулся в институт и окончил его. Дебют в главной роли для актёра состоялся в 1997 году в военном драматическом художественном фильме «Время танцора». За исполнение роли в этом фильме Андрей Егоров был награждён профессиональной кинематографической премией «Золотой овен». Всего Андрей Егоров сыграл более 60 ролей. Например, в фильмах «Эшелон», «Мой ласковый и нежный мент», «Варенька», «Котов» и в других. Актёр ушёл из жизни 17 июня 2021 года. Ему было 52 года. Причиной смерти Андрея Егорова стала острая сердечная недостаточность. В 1986 году Владимир Яковлев окончил высшее театральное училище имени Щепкина и уже в 1988 году первый раз снялся в кино. Ему досталась мужская роль в драме «Поражение после победы». В кино Владимир Яковлев сыграл немало заметных ролей. К примеру, его можно увидеть в фильмах «Чёрные береты», «Золотое дно», «Проклятый рай», «Меч», «Шериф», «Музыка моей души» и в других. Фильмография актёра насчитывает более 170 работ. 27 августа 2021 года сердце Владимира Яковлева остановилось. Ему было 63 года. Борис Тенин пошёл по стопам своего деда, знаменитого советского актёра Бориса Михайловича Тенина. В 1996 году будущий актёр окончил Российский институт театрального искусства, а за год до этого был принят в труппу театр «Сатиры», на сцене которого играл до 2008 года. В кино Борис Тенин первый раз снялся в 1986 году в эпизоде фильма «Была-не-была». Роль была настолько маленькой, что о ней никто не помнит. Всего актёр сыграл более 40 ролей. Зрителям он запомнился по ролям в российских сериалах, например, в таких как «Кулагин и партнёры», «Вызов», «Проклятый рай», «Час Волкова» и в других. Борис Тенин ушёл из жизни 28 сентября 2021 года. Ему был 51 год. Причиной его смерти стал инсульт. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова